Портфолио Портфолио понравилось людям И стало применяться во всем мире Портфолио активно используют модели, финансисты, юристы, архитекторы, дизайнеры, художники, вебмастера Преимущества метода портфолио профессиональной деятельности, обучения и учения очевидны Вместе с тем в организациях образования технология портфолио начинает переживаться только сегодня с развитием информационных технологий В основном это портфолио достижений Портфолио уже учебных материалов педагога и ученика продолжает оставаться без внимания Хотя как раз таки портфолио работ педагога и учащегося представляет главную ценность с точки зрения эффективного преподавания и обучения Потому что в этом случае портфолио становится траекторией профессиональной деятельности педагога и учебного ученика Собрание работ позволяет отслеживать результаты, находить пробелы, фиксировать профессиональный рост А самое главное заставляет серьезно заняться технологиями преподавания и учения Которые сегодня и варь знает педагог и учащийся Портфолио заставит педагога и ученика заняться изучением технологии работы с информацией Визг для них же эта технология ведет к тому, что уже к 8 классу ученик в буквальном смысле пленит в информационном море Что же это такое технология работы с информацией? Как и любая технология, она имеет обязательные и неизменные этапы, которые будут к ожидаемому и планируемому результату Назовем эти этапы Сбор, анализ, систематизация, кодификация, оценка, управление информацией Назвать то и назвал эти этапы работы с информацией Но вот как их делать? Скажу вам, что на тренингах я не всегда получаю ответы от педагогов об основных этапах работы с информацией А уже о том, как и что делать на каждом этапе, знают единицы Это проблема, потому что знание и технология работы с информацией Это и есть умение учиться и готовить материал для учащихся Если вы со мной не согласны, то поставьте фильм на паузу и запишите ответы на вопросы Назовите способы систематизации информации После этого нажмите на продолжение фильма и сверьте ответы В качестве подсказки скажу вам, что способы систематизации информации придумал еще Сократ Если вы записали в виде ответов дедуктивные, индуктивные, хронологические и концентрические способы систематизации информации То вы ответили правильно А если нет, то случилось то, что я постоянно получаю на тренингах Учитель не знает и не умеет работать с информацией А что говорить про ученика, если учитель не может научить его учиться? Поэтому если вы начнете применять технологию в портфолиях, то она заставит вас погрузиться в технологию работы с информацией В результате через некоторое время вы почувствуете, что учиться и работать стало легко и интересно Более того, если вы промените для организации технологии портфолио компьютерные программы по управлению знаниями Которые минимизируют рутинные и потому скучные операции То вы превратите в скидераппарату в мере информации Ощутите состояние полета, озарений, комфорта от учебы и преподавательской деятельности Вы почувствуете власть над информацией, которая позволит создавать уникальные продукты То есть свои, а не использовать чужие, как это сегодня делают почти все преподаватели и учащиеся На тренинге я демонстрирую программу по управлению знаниями PVP-LS V1-347, система управления знаниями Для создания тематических портфолио Программа позволяет создавать интерактивные мультимедийные портфолио, что называется на лету Проподаватель и ученик могут легко обмениваться Систематизированными материалами, используя функции импорта и экспорта Любой документ в программе можно озвучить и проиллюстрировать средствами программы Программа позволяет включить визуальное, аудиальное и кинестатическое восприятие информации Так называемые модальности восприятия Занействует четыре вида мышления человека, доминантности мышления Кроме этого, подчинить работу в их портфолио изучению языков Использует в процессе преподавания и самообучения Судистопенею, то есть обучением внушения Занействует как левое, так и правое эмоциональное повышение мозга Что в разы повышает эффективность обучения Тренинг портфолио педагога и ученика состоит в основном из практических занятий и упражнений В ходе которых мы создаем различные портфолио Например, правовое поле, полурочный план, оценка знаний Затем с использованием этих портфолио участники тренинга Приведут дистанционный урок с помощью программы Skype, TeamView А также с использованием виртуального класса LMS VisaIQ LMS расшифровывается Learning Management System Отдельные занятия и тренинги проводятся для понимания термина контент-портфолио Мы детально разбираемся с различными вариантами создания контента-портфолио И современными стандартами контента В частности, учимся средствами программы PPPLS V1-347 А также используя свободное программное обеспечение Создавать графику, фонограммы, видео, текстовые и табличные документы Документы в формате для публикации в интернет Можно все равно говорить о том, что вы можете узнать на тренинге портфолио педагога и учащегося Однако, рамки этой презентации ограничены Поэтому, если я вас заинтересовал То встретимся на тренинге Вы получите в процессе тренинга эффективные инструменты Которые будут вам взрывной эффект результативности в вашей работе и учебе Позволят коммерциализировать продукты А это новые источники доходов Вы получите мощнейший заряд творческой активности Спасибо за внимание А здесь адрес сайта Электронная почта И адрес в скайп Электронная почта Электронная почта